Эстетическая стоматология Медицинского Центра Призма Владимир Никитин сегодня с нами в студии, мы очень рады. Продолжаем веселиться. Прямо в кадре? Ну, давайте. Кто начинает? Ну, я, поскольку прогульщик. Да, штрафной называется. Позапрошлая передача мы начали такой микроциклик, посвященный разного рода изменениям. Реформам, преобразованиям, переоснованиям. И вот мы продолжаем этот циклик, если в позапрошлый раз мы сосредоточились на ругании реформ. Это хорошо удалось. Кстати, нашим зрителям это очень понравилось, очень много просмотров. Уж мы их душили-душили, душили-душили. То сегодня мы эту линию продолжим с попыткой ответа на вопрос, если не реформы, то что? Позапрошлый раз мы сказали, да, там преобразование. Что такое преобразование? Как ведутся преобразования? Что такое переоснование? И в некоторых моментах мы будем повторять то, что говорили в цикле «Институция». Но я думаю, что кроме нас, все наши программы мало кто смотрел, поэтому это повторение не очень опасно. И мы не будем повторять, мы просто с иного ракурса это покажем. Но я скажу, что вы все-таки обидели наших зрителей, куча людей смотрели все ваши программы. Но на всякий случай продолжим. Это хорошо. Тогда извиняемся. Итак, если не реформы, то как нам жить дальше в Украине, которые все больше и больше сползают в ничтожество, в ничтожность? Что делать? Чтобы не было такого пессимистического взгляда, мы свой ответ дали, предложив другой способ организации совместности, чем тот, в котором мы живем. И назвали этот способ «Институция», про которую рассказывали. В чем замысел? Замысел состоит в том, чтобы переосновать страну. Переосновать на других принципах, на других основаниях. Поскольку те основания, которые были заложены в фундамент нашей страны, оказывается, не срабатывают то ли уже, то ли в принципе не могли быть. Ведут в тупик. Привели в тупик. Привели в тупик. Даже не очень сейчас важно разбираться, кто виноват, почему это так произошло. Важно, что те основания гласного и негласного общественного договора, на котором строилась независимая Украина. Те принципы, которые были заложены в Конституцию, к сегодняшнему дню то ли исчерпали себя, то ли изначально были ошибочными. И тогда вопрос, какие могут быть другие основания, как иначе нам ответить на тот самый вопрос, который мы повторяем из раза в раз. Как и зачем нам жить вместе. И вот про это мы сегодня поговорим. При этом есть еще одно слово в этом словарике и номина – это преобразование, в отличие от реформ. Вот это тема сегодняшней встречи. Мы попытаемся мрачность настроения в отношении реформ как-то компенсировать указанием на то, что еще не все потеряно. И можно жить и хорошо жить, если произвести некоторые действия. Можно, прежде чем вы начнете говорить, у меня немножко зацепило слово «ничтожность». Мы скатились в ничтожность, живем в ничтожности. Я думаю, что это многим, у многих зрителей тоже вызвало какую-то свою реакцию. Давайте как-то определимся со словом «ничтожность». Что вы имели в виду? Я бы немножко… Слово «ничтожность» обычное. Я бы сказал «никтожность». Мы – никто. У нас в этот раз значительное падение просмотров по сравнению с предыдущими, причем значительное в реальности. Прошлой программы? Да. Да. И мое убеждение, что это была реакция на то, что в заголовке было указано, что она ориентирована на идею независимости. Независимость, как идея, судя по всему, стала официальной, стала неинтересной, стала проходной, как бы, идеологемой. Интересно. За которую… Затасканной. Да. За которую… Которая уже не цепляет. Люди хотят чего-то другого, считая, что независимость – это некоторый уже миф. Или он свершился, или он невозможен. А потеря интереса к независимости, с моей точки зрения, – это потеря некоторого масштаба. Масштаба себя, самоопределения в этом мире. И дело не в количестве, не в нашей экономике, не в нашем состоянии судебной реформы, все это можно отдельно рассматривать. А в том, что мы перестали себя мыслить самостоятельным игроком в мире. Африканович, даже не в том, что мы перестали мыслить самостоятельным игроком в мире, мы перестали смотреть в небо. Мы перестали видеть звезды. Согласен. Мы закрылись. И парадокс, мы когда-то об этом уже говорили, но в век глобализации происходит тотальная локализация и самоокомпсулирование. Причем… В многих местах. Практически везде. Я говорю сейчас не только про Украину. А ситуация с коронавирусом еще больше стимулировала этот процесс закрывания и капсуляции до индивидуального уровня и так далее. То есть вот эти выгорания в отношении больших целей, большой мечты, большого видения, они происходят везде и сейчас, не только в Украине. И в том числе вопросы о независимости. Вы знаете, мы привыкли думать дуальными парами. Если мы говорим, что мечта о независимости не работает, ах, так вы хотите идти в зависимость, ах, вы хотите к Америке, на Восток, еще куда-нибудь, еще куда-нибудь идти в Роман. Нет, мы хотим вырваться из этой дуальной пары. Или-или. Потому что мир сейчас радикально меняется. Меняются, возникают новые социальные связности. Эти связности очень часто трансграничные, трансконтинентальные, транскорпоративные и так далее. То есть сейчас эпоха возникновения новых связностей. Вот здесь вот то, с чего мы начали, вот Юра начал с преобразованием. Речь-то как раз и идет о создании, преобразовании, изменении образов связности. То есть эти связности могут и должны быть построены по-новому, как в свое время была построена связность, мы всегда говорим, что это произошло не так давно в исторической перспективе, каких-то там 300 с половиной тысяч лет назад, когда появились государства, национальное государство, и появилась такая связность, как национальное территориальное государство. Сейчас происходит период изменения этого. И это не только Украина. И в этом плане суверенитет государственный отходит на второй план. Потому что до того суверенитета, до появления государства в результате Висфальского соглашения, до того существовали другие социальные связности. Те же самые империи, которые не были государственными, королевствами, княжествами и так далее. Ну, я бы сказал, что нужно нырнуть в психоощущение этого состояния, потому что простых фиксаций недостаточно. Мир всегда меняется. И Туфлик говорил, что он меняется очень быстро, порой так, что это нас доводит до ужаса. И он применял термин «футрашок». Что такое футрашок? Это когда я нечто вижу и ощущаю его опасность. А представляете себе, что изменения идут еще быстрее. Тогда вы уже не понимаете, что происходит. То есть вы даже не понимаете, это вам опасно или нет. Возникает футуродезориентация. Футуродезориентация. И вот продолжая то, что сказал Тарас, в чем проблема? Не в том же, что мир меняется. И еще быстрее, чем 50 лет назад. Проблема в том, что мир меняется, а мы нет. Не в этом проблема. Хорошо. Мы хуже будем, если мы будем бежать еще впереди мира и меняться беспрорывно и бесконечно. Что тогда? Вопрос на нахождении своего места. Когда нужно остановиться, когда нужно сдвинуться, куда нужно пойти поперек, а не бежать быстрее всех. Смотрите, я же сказал про изменения, а не про то, что куда-то бежать. Мое утверждение следующее. Любой, кто заявляет о том, что мир меняется и видит это изменение, имеет право как-то совладать с изменением. Вы показали, как совладать с изменением. Только тогда, когда он способен к преобразованию себя. Если ты не способен к преобразованию себя, то ты не способен различать. Ты бежишь сзади, ты бежишь рядом, ты бежишь впереди. Тебя несет. Ты тебя... Вот, я же про это. Тебя несет. Преобразовать можно только тогда, когда преображаешься сам. Сейчас будем повышать рейтинг. Тогда честно, не с ним рука. Из всех в украинской истории. Кто заявил вопрос о преобразовании, было не так уж много людей. И это, конечно, Скоропадский. Потому что издал спогоды и показал, как он видит, что произошло с ним, что произошло с миром вокруг него. Это Коновалец, который издал свои причинки. Который показал рефлексию. Как менялся он, как менялся мир вокруг него. Этим людям я доверяю. Они пережили преобразование. А Коновалец так еще и орден создал. Кому я не доверяю. Я не доверяю Петлюре. Который так и не смог измениться. Ни внутри. Ни как иначе. Решал проблемы за счет потери ресурсов. И как бы их избыточной эксплуатации. Ни продвинутые средства и массовой информации. Советского Союза Бандера. До смешного же доходило. Что как бы вспоминали Бандеру. В связи с орденом. Но не вспоминали Коновалец. В Википедии. Доходило до смешного. Вот я доверяю людям, которые продемонстрировали преображение внутреннее. Ибо только за ними я оставляю право на преобразование вне себя. Тут очень важный и принципиальный момент. Не для всякого места, о которых говорил Африканыч. Не для всякого места преображения. И это архиопасно. Когда мы говорим, что все должны преобразиться. Все должны измениться. И так далее. Нет. Для некоторых консервация. Оставание в том состоянии, в котором они есть. Для некоторых. Это их место. Без удержания каких-то культурных. Как ты определишь, кому это надо, кому нет? Это только и на индивидуальном уровне. Давайте сдвинемся на полшага вперед. А то мы тут увязли. Итак. Преобразование и переоснование. Если мы говорим о преобразованиях. То мы должны иметь в виду некоторую деятельностную целостность. Почему сразу деятельностную? Поскольку преобразование на целостностях, на деятельностях. Нет. На целостность согласен, на деятельности нет. Переоснование. Речь идет о совместности. Где есть кроме деятельности еще и всякая разная жизнь. И с этими двумя парами надо работать. То есть надо видеть целостности и единство жизни. Это два разных понятия. Целостность имеет границы. Единство границ не имеет. Но оно жизненно. То единство, которое во множественности. Тут просто во множественности. Но каждый раз, когда мы начинаем говорить о целостностях. Наша система управления просто к этому не имеет никакого отношения. Просто никакого отношения. Та система власти и управления не имеет отношения к целостности. Мы уже различали отрасли и сферы. В прошлой программе. Вот отраслевой принцип ломает любые целостности. Ориентации, идущие из индустриальной эпохи на производство. И, между прочим, предметная организация образования. Поэтому вот эта вот производственная ориентация оставляет за бортом. Хотя в Советском Союзе это было продекларировано. Но сделано было, делались целостности. Оставляет за бортом отраслевого видения, образования, мышления, культуру. Только производственный процесс и его инфраструктура и обеспечение производственного процесса. Я уже упоминал определение отраслей советских учебников. Группа предприятий, объединенных выпуском конечной продукции. Неважно, они советские или олигархические. И в этом плане, кстати, парадоксально получается отношение к народу, к людям. Народ это, понятно, достаточно спорный термин. Но к гражданам, скажем так, к гражданам Украины. К гражданам Украины сейчас отношение как к наемным служащим. Которых можно уволить, которых можно оштрафовать, которых вне профсоюзов, скажем так, беря в кавычки все это дело, в отсутствие сильных социальных и гражданских институций, с ними можно делать все, что угодно. Поэтому, ну и чепушинка в том, что люди, народ, граждане совершенно другое, чем наемные рабочие. А к нам отношение идет как к наемным рабочим, которые очень часто мешают. И куда бы нас уволить бы? Ну вот, знаете, еще одно. К целостности. Сейчас мы столкнулись, мы, все люди, столкнулись с вызовами, которые требуют других целостностей и других организованностей, выходящих далеко за границы национальных государств, суверенных государств. Ну, понятно, о чем идет речь. Пандемия – это одно из, ну, уже таких напоминаний очень ярких. Но климат, миграционные процессы, ну, много чего сейчас имеет, требует, вызывает к жизни необходимость другого типа прорисовки целостностей поверх государственной границы. Деятельностные организованности, провисованные поверх государственных границ, дают надежду, что с этими вызовами мы сможем, ну, не то что совладать, но, по крайней мере, быть адекватнее тем вызовам, которые сейчас есть. Это же касается энергетики, это же касается здоровья, это же касается культуры и всего остального. Теперь, мало того, что мы размыкаем целостности, ориентации на продуктную линию, вот от нас сейчас требуют создания целостности, которые сейчас в голове не помещаются. кросс-государственных целостностей. И вот это сейчас, ну, я бы сказал, не то чтобы надежда, но шанс для Украины начать или выступить в качестве инициатора новых кросс-государственных деятельностных организаций. Спорю. Буду спорить, потому что вне процесса внутреннего преображения и связанного с ним преобразования никаких вызовов нет. Вы ничто, радикальное изменение, не видите как вызов. Преображение у людей, а преобразование в социуме. Я про это и сказал. Преображение у людей, преобразование в социуме. И проблема в том, что вы не видите вызову, пока вы не в этой ситуации, не в этом процессе. Чтобы оказаться в этом процессе, вы хоть как-то должны начать изменяться сами. Нету у нас элиты, которые в ситуации преображения. Нету воли преображения, нету воли преобразования, исходя из этого. В этом смысле преобразование я бы видел как ответ на вопрос, что мы должны менять или как мы должны меняться, чтобы вообще преобразование состоялось. Чтобы увидеть вызов, чтобы породить ответ на вызов, мы должны же понять. Вот Юра заговорил о том, что возможно, эта тотальность мировых преобразований принудит нас к преобразованию. Где мы сможем, ведомо этим принуждением, занять какую-то активную позицию. Сережа, я понимаю, что вы со мной, может быть, не согласны. Все дело в том, для меня, я все-таки там культуролог как-то, переоснование мировосприятия произошло. У кого? В глобальный мир, это другой мир, он был переоснован. Кто переосновал? А не спеши. Так это же очень важно. Вы уже говорите, как это состоялось, а я не в курсе. Не в курсе. Ну так случилось, я не в курсе. У вас уже все переосновано, а я не в курсе. Объясняю, объясняю, объясняю. В 50-е годы после конца войны с пользой в Соединенных Штатах они выиграли больше всех в этой войне. Не в смысле, что они победители, они профит поимели с этого. Началась осознанная, оплачиваемая Госдепом большая программа распространения американской культуры на мир. Создание новой, проведение американской архитектуры через новые посольства, американское кино и все прочее. И началось незаметное изменение культурных оснований. Культурных, в смысле, всей мифологической структуры, на которой держался старое представление. Комиксы. В Советском Союзе, я был удивлен, когда начал это соображать, почему разрешили джаз, а комиксы до 70-х, 80-х годов вообще не появлялись. Я извиняюсь, а Укна Роста были комиксами? Укна Роста в 60-х годах. Они были с другой. Ну как это? Ну не спешите вы. Было много чего. Комиксы и на Помпеях, на стенах. Я говорю о видении через комиксов новых героев. Сменилась, сменилась вся вот эта... Которая потом будет развиваться кинематографе. Кинематограф это развил. То, что держалось на сказках, на всем прочем, на представлении, кто герой, какие силы действуют, заменено. Сейчас ты посмотри. И нашим детям, внукам очень трудно понять, почему мы там русские сказки любили и на них опирались. Это все уже заменено другими героями, другим миром. Ладно, герои, но культурные коды, вы хотите сказать, поменялись. Это само собой. Это производное то самое. И вот сейчас, когда начинаются попытки вернуть нас к культурным корням и так далее, не учитывают вот это вот то, что у молодежи через новые каналы трансляции культуры произошло переоснование. В смысле другие основания отношений. А по содержанию это потребительский мир. И теперь мы с этим переоснованием, в общем-то, должны каким-то образом противодействовать, если мы хотим другое. Если для вас это видение есть, и если вы, ситуация преображения, тогда для вас это вызов. Для многих это не вызов, это естественная среда ситуации. Это их состояние, в этом-то и дело. Ну да. Это их состояние. Так это же разрывы, о которых я говорю. Разрыв. Нет вызова никакого. Для них нету, для нас есть. Преобразование, преображение. Поглядываю на часы про переоснование. Переоснование. То есть, итак, преобразование связано, я с Сергеем согласен, с преображением и ориентировано на создание целостности, целостных организованностей и деятельностей. А переоснование, речь идет о договорной ситуации, о том, как мы договоримся жить. На уровне начала, на уровне принципов. О жизни. Переоснование – это про жизнь, это не про деятельность. Да, деятельность является какой-то составляющей жизни, но там много чего другого. Там и любовь, и ненависть, и болезни. Жизнь гораздо шире деятельности. Вот, когда мы договариваемся, или передоговариваемся, на каких основаниях мы будем жить, вот это дает некоторый новый лаг жизненный для сообщества. Вот мы жили так, не нравится. Все, ну не получается так. Давайте иначе. Иначе и точно договариваемся как. Мы в институции говорим, иначе это на принципах соувладения, соуправления и цензового общества. Ну, такой минимальный набор стартовый, с которого мы можем начинать договариваться. Я очень ясно понимаю, что это не единственный вариант, ну тот, который мы предложили. Разреши я про другие варианты. Значит, обратите внимание, Юра ввел конструкцию. Он сказал, для того, чтобы вообще сделать переоснование, мы должны помыслить иначе и ввести и номина. Вот это соуправление, совладение, да, цензовое общество, это и номина. То есть это некоторые новые представления, которые проложены внутри как исследования, так и ситуации или процесса договора. Они как бы связаны, они возникли в нас в процессе с одной стороны исследования, с другой стороны попытки договориться. Сереж, ну, есть удивительные псевдо-переоснования в том смысле, что за них не лежит договор в подлинном смысле. Переоснования Российской империи в Советский Союз якобы базируются на договоре. Как выяснилось, сейчас договора о создании Советского Союза как документа не существует. В принципе. Переоснование Киева, когда из исторически духовного торгового центра и мирового значения делали пролетарский столичный город. Тоже якобы был договор в смысле, был совет, который принял решение и так далее. Но делалось насильственным образом, под видом договаривания. Ну, ты знаешь, я сейчас подумал, что насильственное переоснование, ну, как бы тоже возможно. Вполне работает. И более того, оно в современном, это не только в историческом современном мире. Я бы хотел развернуть сюжет иных иномен, да, то есть, которые нам предъявляются и идут от того тренда переоснования смены на американский культурный код, который говорил Никитин. В 1970-м году Карл Шваб изобрел видение капитализма стейк-хуберов. Суть этого видения состояла в том, что есть разные акторы капиталистического производства. По Милтону Фридману невидимая рука рынка имеет цель максимизации прибыли. Ну, вот она так устроена. Карл Шваб говорил, а мы теперь видим, что рынка недостаточно для того, чтобы унормировать все отношения. И нам надо увидеть все стороны клиентов, поставщиков, акционеров, природу или внешнюю среду. Не-не-не, он говорил о экологии, а не о природе. Ну, как бы, в современном прочтении, это уже, когда он вывез на форум Давос, это как бы преобразилось в, как бы, среду обитания или среду существования. Тогда он говорил об экологии. И он предъявил капитализм стейк-хуберов. То есть, я так и вижу невидимая рука рынка, на которой татуировка стоит, максимизация прибыли, тянется, чтобы все нормировать. А тут другая, не менее, невидимая рука, общественные интересы разных сторон. А нет, не прибыль. И, как говорил один наш коллега, как бы, вроде все должны быть довольны, потому что, Вася, ты раньше был лох обыкновенный, а теперь ты инклюзивный стейк-холдер. И я представляю себе это вдохновение, это увлеченность и оптимизм современных стейк-холдеров, которые, могут сказать, Барух, Морган, Рокфиллер, Ротшильд. И я тоже такой же инклюзивный стейк-холдер. Я практически с ними, но рядом. Я же на равных говорю с ним. И в этом смысле идея, которая лежит вот в тех иноменах, о которых говорит Юра, она неизбежно имеет представление. Если мы пытаемся иномена произвести из рынка, надстроив их над рынком и показав, что есть иные. Только не из рынка, Сережа. Именно так Шваб и поступает. Он из рынка. Он же не говорит инклюзивность чисто социальная. Он говорит, стейк-холдеры, то есть чисто рыночные оппозиции. И всего лишь про инклюзивность. Сереж, Шваб воспользовался тем, что уже лет 20 до него было. 50. Он в 70-м году это придумал. И в 2020-м на Давосе это было уже как на передбюро учреждено. Значит, мне пришлось писать учебник по публичной политике и методичку для нашей Академии Госуправления. Вот чего Шваб начитал. Это я начитался чего. Это я чего начитался в свое время. Там совершенно четко формулировалась идея демократии участия. Демократия участия – это как бы шло в дополнение или в замену представительской демократии. Это замена власти на управление. Как идея была. Была методика выделения групп интересов. И групп интересов по этой методике было мало. Это те, кто реально влияет. Остальные назывались бенефициарами. Они что-то получали, не участвуя. Потом вот эту извратили идею участия. Сделали ее как бы всеобщей. Потеряла полный смысл. И стала очередным замещением или вариантом вешания лапши на уши про демократию. Тут же базовая вещь. Если мы говорим о стейкхолдерах и инклюзивных стейкхолдерах. Как одновременно удовлетворить акционеров и сотрудников компаний. Акционеров и природу. Ну или внешнюю среду, если вы так хотите. Как одновременно удовлетворить рост дохода акционеров и потребителей. Как это все сделать одновременно. То есть внутри рынка это сделать невозможно. На уровне демократии, как говорит Никитин, это постоянно упирается в то, у вас власть или управление. То, что проделали мы, мы попытались предъявить иные имена. Не управление, а даже суп против власти. Соуправление. Соуправление. То есть на уровне иномен, иных имен, мы пытаемся выстраивать иные представления, которые позволяют проделать переоснования. То есть на уровне начал. Это то, чем мы заняты. Это как бы та претензия, которую мы заявляем. Нет, я думаю, что наша претензия больше. Значительно больше. Понимаешь, вопрос не в том, кто управляет, как управляет. Да, это один уровень, который... Это может быть коллегиальный, индивидуальный уровень. Как-то там варится. Другой вариант, то, что говорится. Стейхолдеры, бенефициары, их взаимоотношения. Я-то все мечтаю об экосистемных отношениях. Простите меня, хотя оба слова и не люблю, ни эко, ни системные. Но есть еще, мы попытались... Ты что же мечтаешь о том, чего не любишь? Мы попытались в нашей новой книжке ввести новое понятие целестиалов. Да, но это когда книжка выйдет, мы отдельно об этом поговорим. Но это совсем уж запредельные номинары. Это следующий цикл. Это может быть. Но здесь отношения не в управлении управляющего, выполняющего. Не деятельный, деятельностный и бездеятельностный. Даже не их баланс и деятельностного, и бездеятельностного. А мы попытались... Почему в современном распространенном языке самое распространенное слово это экосистема. То есть деятельность и бездеятельность как естественное, или как Сковорода говорил, сродное состояние, сродное бытие. И вот организации вот таких еще более допущений, еще более сложных форм организованности, которые позволяли бы действительно распространяться в разных пространствах. Потому что вот то, что сделали американцы, они замечательно сломали границы, выйдя в пространство культуры. Культура трансгранична. В современном современном... Только культура. Культура. Финансовое обращение. Финансовое обращение. То есть вот это же вот надграничность. Это не наша выдумка и не выдумка сегодняшнего дня. Это то, что уже делается. Это доллар. Да. Надграничное организование. Это технология. Бреттон-Вуд. Это то, о чем говорит Тарасов. Это наднациональные органы и движения. И движения. Движения это гораздо более интересная вещь. Это то, что происходит и то, куда мы... Ну, не то, что нос не высунули, а заперлись в подвале, закрыли крышку и повесили замок, не дай бог туда взглянуть. А только там, в этом движении у нас появляется место. Ну, даже... Может, может, не появляется. Само собой не появляется. Может быть создано для нас место. Да. Мы так любим говорить, что мы идем в Европу. Но хотя бы усвоить некоторые видения французской школы аналог, исторической, и все, что с ней связано. Бродель, когда начинал писать историю Европы, там, 16-го, 18-го веков, оказалось, что вся история трансгранична. У него есть такой целый том, называется «Миры экономики». Миры, а не государства и не страны. У него игры обмена идут по всему миру. То есть, вот это другое совершенно мировоззрение и мышление, которое Европа начала усваивать. Без этого она не могла бы создать Европейский Союз. Если бы она осталась в идеологии замкнутых государств и страновых образований. Ну, ее сейчас активно подталкивают обратно. Да, но вот этот исторический взгляд, хотя бы европейский, мы можем усвоить, или мы тоже историю будем делать? Опять усвоить, нам не надо усваивать чужое. Подожди, чужое. Все мы состоим из чужого. Ну, мы все для себя чужие. Да, но неважно. Я чужое по капле выдавливаю. Да, между прочим, и в школе аналог было движение, вот то, что говорил Сережа, оно называлось «Неподвижное время». Там брались регионы Европы, в которые не меняются сотни лет. Там просто проверено по книгам, этим приходскими все, фамилии одни и те же, занятия одни и те же. Сотни лет прошло, а в этом месте ничего не поменялось. В Европе и такие места есть. Ну, в рефлексивном зоологии, то, что говорит Никитин, нам нужны пространства преобразования. Хоть где-то, хоть одно. Если одно, мы тогда сможем понять, как оно вообще функционирует и создать, может быть, два или три. Ну, хотя бы одно пространство преобразования. Если нет пространства преобразования, нам крышка. То есть конец. И в этом смысле пространство преобразования... Пока в мышлении, в образовании, там, где это можно сделать, рядом с существующим, создать пустые места, в которых можно строить эти прото-преобразования, зародыши преобразования. Теперь вернемся... Я напомню, что у нас была рабочая группа в цикле стратегического форума, которая называлась «Пространственное развитие». И, конечно же, вот то, что мы сейчас обсуждаем, проросло в этой группе. Когда мы говорим про пространственное развитие, то мы не имеем в виду завоевание Кубани, возвращение и Воронежской области в состав Украины. Пространственное развитие – это то, что сейчас озвучил Сережа. Это поиск пространств преобразования, взаимосвязь между ними, в том числе и территориальные пространства. Территориальные – это только одна из, и далеко не главное. Но это огромный полеэкран, пространственный полеэкран, где мы можем себя, даже в этих условиях ничтожества, найти, обозначить свое место и развернуть вокруг себя свою айкумену и свой мир. В этом и есть работа пространственного развития и работа переоснования. Надо найти такое пространство, в котором мы можем себя зафиксировать. Или образовать такое пространство. Или образовать. Ну для этого нужно выйти из бетонированного бункера телевидения, где написано «Уничижающийся, уничтожающийся, ничтожившийся, ничтожившийся, торжеством, торжества – ничто». И вот забетонировали. И как из этого вылезти, никто не представляет. Вылезти. Вылезти. Вылезти сами, успокойся. Вылезти сами, успокойся. Там сидят многие. Ну сидят. А ты за всех хочешь. И вот посмотрите. Иноституция… Тяну мазу за всех. Иноституция ведь в чем? Она находит такое пространство, на которое начинают опираться. Это пространство владения. Не собственности. Владение. Владение, которое связано с ответственностью, а не с беспредельным распоряжением. Ответственностью перед собой. Я напомню просто. Это имя семинара по собственности. С круглого стола. С круглого стола, да. С круглого стола, их было два. О чем идет речь? О том, что мы, если мы являемся совладельцами общего достояния, владения, распоряжения, мы начинаем думать о себе, о своих детях и об общем достоянии. У нас есть общее достояние. Где мы являемся, условно говоря, миноритарными акционерами. Юр, не своди это, пожалуйста, к терминологии одного. Тарас требует иномен на каждом шагу. Поддерживает. Вот эта идея в идеологии совладения, сораспоряжения, она совершенно меняет. И тогда речь уже не идет о том, что эта идеология является чисто украинским эффектом. Это идеология, которая может по-иному пересобрать отношения к владению и совладению в мире. Как и любимое слово «соборность», там есть тоже «со». Имеет два принципально разных трактования. Одно – это собор вот тут, вот мы тут собрались, мы вот тут. А другое – это собор небесных сил земных, которые не имеют границ и не имеют обозначения. Это собор сил благих. И самое интересное, мы сегодня говорили о соуправлении, да, как одной из форм, и о Евросоюзе. Так вот, Евросоюз, который начинался не в 50-х годах, а еще в 19-м веке, начался именно с понимания соуправления. Именно как соуправление, это… Соединенные Штаты Европы. Не-не-не, это еще до Соединенных Штатов, это Сент-Ивдальвейдер, это 80-е года, 70-е-80-е года 19-го века, который, кстати, придумал первый термин «Евросовет», «Евросоюз», «Еврокомиссия» и так далее, и так далее. «Совет Европы» – это вся терминология от Дальвейдера. Ну, можно было еще отослать концепциям вечного мира, но то-таки. Ну, это, ты понимаешь, а вначале вообще было слово. Вообще христианский мир до этого… А до христианского мира вообще ничего не было. То есть, соуправление – это много… То есть, опять же таки, это не что-то, выдуманное нами. Вот это очень важно, мы ничего нового практически не придумываем. Мы просто хотим сохранить вот эту динамику, которая прослеживается в изменениях. И возвращаясь к организационным формам и так далее, и формам общности, я вспомню Черчилля, который говорил вот в той речи, когда там что любят цитировать по поводу демократии, это вот лучше, ничего лучше не придумали. Нет. Вторая фраза этого предложения, он говорил, никто не может запретить людям, people там используем, то есть я перевожу как люди, но можно перевести как народ, как нация, как угодно. Никто не может запретить людям, которые пробовали, пробуют и будут пробовать новые формы социальной организованности. Так вот это вот по поводу «будет пробовать», мы почему-то забыли и пытаемся втянуть себя в копипейст демократий, повторяя в разных видах, наклеивая слово «демократия» ко всему чему угодно. У нас появилась жидкая демократия, у нас появилась инклюзивная демократия, демократия стэкхолдеров вместе с капитализм. Суверенная. Извини, пожалуйста, суверенная. А демократическая республика – это вообще предел мечтаний. Так вот, испытать новое. И здесь вот эти земли, эти люди, к которым я отношу себя, потому что мы называем глобальное украинство, не по этническому, не по принципу крови. Вот здесь может это прорасти, эта возможность. Ну а, собственно, слушая Тараса, подлинное переоснование, лишь мысление. А иномина – это мысльно-языковые сгустки, которые закладывают допустимость этого преобразования. Поэтому, ну, для меня это так. Возможно, коллеги не поддержат это, но для меня это так. Ну, я тебя только дополню, Сережа, возвращаясь к христианской традиции, только через преображение, индивидуальное преображение, вот о чем мы сегодня поминали, все вспомним преображение Господне. Так вот, через индивидуальное преображение, через, как ты любишь говорить, через выворачивание себя наизнанку, возможно обрести и на имена, и возможно преобразование. Аминь. Хотел сказать, нечего добавить, сейчас даже просто смутило меня, Сергей. Ну, могу только добавить, что мы увидимся в следующую среду, я правильно понимаю? В 11 часов. Надеемся. И спасибо вам огромное. Это была программа «Инамина». Оставайтесь с нами, это был Укрлайф ТВ. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреон, и нашему другу, партнеру, медицинскому центру «Призма». Оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok